Христос 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 Отец Иаким Позвольте поблагодарить Вас За Вашу Любовь За Приглашение И Несмотря на то, что Мы, наверное, бюджет Вас пошатнули Столько развития Как Нет Хотели бы Я от всех нас хотел бы пожелать Здоровья От Господа Чтобы продолжать служить И хотел бы пожелать, чтобы Может быть, мы вам чем-то будем полезны Чем-то можем помочь Поэтому, если у вас есть такое Мы могли бы чем-то поделиться Помочь, оказать какую-то помощь Которую вам нужна Если не сейчас, то после Хотел бы всех поздравить еще раз с Пасхой Христос воскресе! Батюшке Настоятелю И всем присутствующим, живущим здесь Струлящимся Многое лето Многое лето Многое лето Христос воскресе Христос Что без помощи государства Ни одной копейки И на тысячи детей побывали Вот и нет вопроса детских решаются Я думаю, что начинается слово «проблема» Я вообще не произношу и не люблю Это все глупость Есть нерешенный вопрос А он легко решается С Богом Вот дети беспризорны Ну давайте в каждом селе образуем Лагерь детский Детские, как же это, дома Все решилось Сегодня большой вопрос стоит с евреями Там борьба, там что Согласен бороться, она-то все захватила Да какая? Оружие только одно Любовь Другого нам не дано При всем нашем патриотизме Мы должны все-таки склониться И посмотреть, что в Евангелии говорится Вот ко мне привозят человека Очень известный, чистопородный еврей Отцу наезжают Мы побыли вместе, но не больше двух часов Он вышел, жизнь его стала другая Теперь он батюшка, учениц Патриарха Ильи Второго Это мой крестник Наум Израилевич Вот пусть через каждый священник Один придет еврей Да не просто так Приложит, а поистине Понимающий православие В моем доме пришел человек Который даже трудно сказать Что он дом таким Настоящий военный следователь КГБ И когда мы первый раз арестовали Они меня просто жали Вот этот наш человек Это вы его погубили Вот сейчас батюшка Отец Василий Ну пусть через каждого Я не говорю не линейно Я-то не линейно Через священника Один придет сотрудник КГБ И вопрос решен Нас никто не будет преследовать Другой говорят Вот комсомольник Ну вы знаете Кришна их-то линь голову отрезал Отец в творе Яковлев Ярованах Он в моем доме пришел А как это может быть? Никак На помощь Божья надеюсь На помощь свою надеюсь Господь У пророка Иеремии Есть такое место Одно Он говорит о Дане Дан Это колено С которого придет Антихрист И так что Аспид укусит его И всадник Опрокинется назад Пророк А дальше точкой На помощь твою надеюсь Господи Спасти никакого нет Антихриста и берег Но спасение возможно с Богом Есть такое выражение Большинство там где Бог Вот как важно Пока не искривлено дерево Правильно его привязать К нужному Крепкому Чтобы оно прямое росло Я Не два года Не три А пятьдесят первый год Как проповедник миссионер В моем доме пришлось Только баптистов Адвентистов Большинство из них Батюшками старые В Москве служат Близкие мне люди А пестовых помните Пестовых Помните пестовых Пестовых А еще бы не знаю Нынче хотел заехать Это тоже Священником стало Более того Когда люди говорят Просто уже опустились Руки Ничего нельзя сделать Преступность Все захватило Согласен И Бог меня посылает Туда куда нельзя проникнуть Я буду сейчас взятки давать Ну дайте мне Заключенные поработать Я здесь 17 лет Сотрудничал в тюрьме Я имел доступ Как никто не имел К смерти Приговоренному У меня близкий Близкий знакомый был Прокурор края Параскун такой Генеральный финанс Мы очень близкие были У меня не было Ни одной просьбы Которую он Не удовлетворил Потому что Потеряя Все это имя рука Был мэр города Баварин Ко мне приезжал Это тоже близкий человек И когда меня спрашивают Что в вашей жизни Было самое большое Столько пришлось Перетерпевать Я узнал Как много Убого добрых Людей И второе Почему-то Они мне встретились И третье Почему-то Они приняли Самое активное Участие В моей жизни Вот говорят Там евреи Ну согласен Но евреи Мне всегда помогают Это что удивительно И не какие-то евреи А главные банкиры Края Это даже Никогда не подумаешь Притом Я не прошу Он сам вызывается И помогает Знаю что я христианин И помогаю Для христианского дела Он сейчас в другом месте живет Он сейчас в другом месте живет Значит выход Везде и всюду Говорят Как с мусульманами Бороться Все захватили Любовь Я вот работаю Если с мусульманами То мусульмане Должны увидеть Что с Христом Быть лучше Несравненно Нежели с кем-то другим Говори Позвони попозже Попозже Через час хотя бы Вот когда говорят Алло Или слушают Я в тюрьме услышал Такое слово Говори Когда получают Почему? Ни одной минуты Не тратить никуда Кто-то Кто-то ищет в камере И кричит Такого-то Мне нужно И называют там Василия Или кого-то И тот откликает Говори То есть Речь идет в секунду Иначе там Застукали тебя Как-то Ему уже главное Сказать Я понял Терять время нельзя Кто-то понял Я всегда отвечаю Говори Я слушаю Говори Вот с преступностью Надо бороться Закончивайте Я нахожусь Допустим Я в тюрьмах Отбывал За слово Божие В Джамбуре Я никого Ни разу В жизни Не просил Молиться со мной Ни разу Ну вот я утром Ну ночь Моя Я ночью стою Нашел Заходишь Это все в нарах Там 70 человек В маленьком Затаренном пространстве И вот так вот Дверь Вот так вот Точно заходит И я нахожу Вот это вот место А вот это вот И лучком Где-то Кровати И вот только Такое место Я ко всем обращаюсь Скажите Я вам не помешаю Здесь Если будут Да что ты отец Тут я буду молиться И вот утром Обращаются Замечитель директора Ему большой срок Грозит И он обратился Дети Надели Прокопь В город Бис Нас Дня два Потерпели Сразу От всей Команды Отсекли В отдельную Каюту Камеру И мы двое И вот теперь Он покаялся И что делать Отец Игнать Мне такой срок Грозит Я говорю Давай по порядку Лошадь делала Правда от Бога Володя Ты не правду говорил Следователь Да правду скажу Меня вообще не выпустят Вот Зам директора Был И куда аппаратура Вся ушла И стали Там первая секретарь Я говорил С лжецами Бог дела не имеет Написано Лжец Царствие Божие Не наследует Это 21 27 откровения Я на Богослове Дальше Дьявол Если отец Всякой лжи Отец Ну Иван Гелетяна 844 А что делать Вызови следователя Прокурора И Убери все Что ты сказал Теперь говори У тебя два варианта Один Говори Все Или ничего Иисус не отвечал Пример для нас Ложь не должна быть Он говорит Вы знаете что Условно Дали А первым делом Он сказал Главная аппаратура Ушла к начальнику К ДВ генералу Про кого они будут судить Он боялся Боялся Для И когда я ему рассказал Как у нас дети Во время молитвы Малину берем Ну каждому я даю Здесь за дикая малина Кружку набрать Отходят дети Отходят дети и говорят А вот Кирилл Он не берет Малину Он только ест Ее Я говорю Не то Что я в щели Затачу Лесополу Супну подошел Регионных там А он ягодку берет Святые Божие Святые Крепкие Я потихонечку Между кустами Отошел Не трожьте Он берет Это столица И все будет окуплено Он берет Главное Заметить у ребенка Тягу к Богу И когда вот это Говоришь Ну как это Бог дает Он дает не меры Написано Дает с избытком И не за наши заслуги А за то Что он любит нас Мы искуплены им Кровью его Святой омыты Мы бесценны Есть такое выражение Одна искупленная душа Дороже Целого мира Полного золота Вот мне многие говорят Вот с детьми Вот с детьми Не день Не два Сорок первый год Зачем тебе это нужно На меня Сколько уголовных дел Возбегали за детей Там избиения Изъебательства Там какие-то Я подавал В суд все процессы Выгибал Ничего нету Мало того Местный прокурор Сухов был А ему прокурор этот Я обратился за помощью Приезжает Купил продукты И сам носит их И у меня всыпает Прокурор Назначает комиссию Приезжает следователь Жабина Она зам Судей Мама с фороевана Осматривая детей Какие-то избиения Ничего нету И она спрашивает А моего ребенка Возьмете в лагерь Это Бог дает Это невозможно Вот 400 Сел на Алтай Порушено 400 Никому не надо Ничего В чем мы удивляемся Путин 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 там Открыл дорогу Средней Азии Земля-то пустая Она не будет пустая Нам никогда этого не позволят Но если Международный комитет Комитет 300 Мировое правительство Решает что 15 миллионов Славян Остальных под нож Пустит Ты не удивляйся В руке Божьей Но мы сами показываем Что так жить нельзя Ну нельзя А что нужно А заповедь-то первая Какая? До Бога До всем умом До всем сердцем До всей крепости Возлюби А хочешь узнать как? Мы же эгоисты Всем царство надо А через любовь ближе Мы через самоотвержение Твой эгоизм Он спаляется весь Сегодня об этом Иоанна Далтауста Считали проповедь И вот я хотел вам сказать Ко всем У Иеремия Пророка Есть такое слово Если излечешь Полезного Изничтожного Сделают тебя То есть Какую награду Бог за это дает? Это трудное дело Как мои уста Как Божьи уста То есть твое слово Будет восприниматься Не как от Ивана Мартима А как от Игнатия А как от Господа Бога Вот Научиться нужно Когда люди к нам приходят Что-то спрашивают Они не к нам пришли Они пришли Узнать Божий ответ И поэтому нужно Подвести к Святой Библии Показать И вытолкование Святых Отцов Библии многие держат Сектанты все Мы имеем Неоценимое Еще людьми Сокровище Православной веры Я вот с батюшками Разговариваю иногда Расскажите Что у нас Самое ценное Ну ты хочешь что-то Я тебе скажу 50 человек Давайте Выходят первые Из храма Или вторые Вместе с вами 50 у баплистов 50 адвентистов И обратимся к людям Которые их знают Нам нельзя Становиться рядом Мы позорные У нас и пьют И курят И матерятся Они живут свято Они чисто живут Но они не церковь Они мне никак Не могут это простить Я говорю Ну батюшки скажи Что у нас Самое ценное Православие Ну что Свящие Мощи Храмы Нет Самое наисценнейшее Что у нас есть Это рукоположенное Священство Вот что нужно ценить И второе Это толкование Святых отцов И соборов Это все в одном ходе Вот самое Наисценнейшее Что мы должны Беречь Лереять И говорится Душу положить за это Где нет священства От апостольских времен Рукоположенного Там нет церковь Говорят Ну а где граница церкви Граница есть Я ее скажу Вам не всем понравится А как считаете Католики Церковь Со многими Ересами Они нисколько Не лучше нас Но у них Есть священство Идущее Григоряно-армянское Апостольское Вот начинает Патриарх Там Он молился С этими Ну и что Да вот он Виноват Его там надо Ну как молился Волтаре стоял Молился Ну не за что Прям привязывается Нехорошо это Во-первых Неправильно Они Уверовали На 500 лет Раньше нас Григоряно-армянин Я никогда не буду Григоряно-армянином Но надо реально Посмотреть Имеет ли они Священство Ты не знаешь Спроси патриархи Кирилла Если имеешь Кому какое-то доверие Да Это апостольская церковь Это вот граница И третья Копская и Сфирская Вот пять Все Дальше За пределами Вот этой грани Все уже не церковь Какые бы хорошие ни были Но для меня Я так научен Вырос Это православие И вот если Изничтожено Нечешь Полезное Господь говорит Сделай как мою стару Вот допустим Ну вот Кривое дерево растет Мы эти все пилили Из них Все построили Детский лагерь Там ничего нет Ни рублян государства 41-й год Это не два дня Это и надо их кормить Ни одного отравления Ни одной болезни Ни одного повреждения Ну давайте в каждом себе Образуем это Все детская преступность Все кончилась Конкретно Бог-то судит нас Не только по словам Но и по делам Конечно будут у тебя друзья Это определенно Но будут и противники А до чего испытать Нашу веру Чтоб без искушения было У православных Как Антоний Блюн Повторял эту празу Не терпишь искушения Богу не угодно Это дело А он не от себя брал Это еще тортурианное дело Искушение То есть испытание Непонимание тебя Идущий твой хлеб Поднял пяту Это естественно Заложено Дерево Дерево которое Отдельно Где-то Выруби вокруг нее деревья И в следующий ветер Уже повалил А оно внутри Когда стояло Оно крепкое А которое на горе Его вообще нельзя повалить И вот Он всеми ветрами колышется И поэтому Самые крепкие христиане Были только там Где было гонение Мы не хотим Этого гонения Такой свободы В России Никогда За всей истории не было Но История подтверждает Кровь христиан Была семенем христианства Это не нами сказано Это первый-второй век Тартулиана Но так что Его надо что просить Не надо Надо знать это Вот перед 249 годом Новой эры От рождества Христова 40 лет был Мирный покой Как вот сейчас Перестройка И христиане Бросились университеты Защищать докторские Ну видимо По тогдашнему Все Народ расслабел До невозможности И вдруг деки 249 год С сильнейшим гонением Ударил Три года Но за три года Церковь полностью Уновилась И 251 год Церковь как алмаз Засияла Его убили И все Это история нам говорит И поэтому То что сейчас Готовится гонение Это понятно будет Не надо написано Не страшитесь И не бойтесь Благословляйте Бога Сохрани Господи Священство нам И чтобы мы не отступили От толкования Святых Отцов Вам Молодым Не семинария будет нужна А целая жизнь Чтобы понять Творение Святых Отцов Это 300 томов Полиантов Я вам покажу Сейчас здесь Здесь был Вот до ареста Первого Я насчитал Библию Она в интернете стоит Везде Архипелаг Булак И примерно 50 книг 12 томов Златоуста 12 жития Я вам покажу Комнатку Несколько квадратов Где это все происходило Я скажу Что люди Это многие понимают Вот о нас Снимали фильм Ну Некоторые не знают Фильм называется Пречувствие Режиссер Он в Кайовой администрации Был Кузнецов Фильм занял Первое место На международном Киноконкурсе Три документальных Фильма по православии Это не наша оценка То есть Самая сердцевина Та Чтобы мы познали Христа Второй конкретно Здесь снимали Весь фильм Златоусты С потеряем Моей биографии Фильм занял Первое место В России Там ничего нет Кажется Но все понимают Без этого Вообще ничего нет И вот я хотел бы Чтобы вы остались Может еще по беседам Особенно Наводник природы Показать лагерь Кель Кель Это где Дети находятся Нас сжали Не знаю как И вдруг Приезжает Зам Глава администрации Шо еще такой Яков Нахманович А он мне когда-то операции Евреев Нельзя делать операцию И прочее Комон есть такой Он мне сделал операцию Я живу И вот он здесь приехал А другие Которые санэпидемстанции Это главный враг Мы не подходим Вообще не подходим Они там надо капель Ну какой капель Не глина у меня Глина замазанная И все А он приехал И Начали Брать исследования Пошел На колодчик Где у нас колодец Попил Вода прекрасная Дали хлеб Открыли холодильники Сидим на пруду А он своим и говорит А так хорошим был Краевая санэпидемстанция Они как-то Зубами меня Скажетали Но они ниже его Они слушают Он говорит Я ниже ниже Ничего особенного Мы у нас на Украине В таких мазанках жили Но вы помните Что бывает Инкубационный период Болезни К вам привезут Ребенка больного Но он как бы здоровый Поэтому Ну какую-то проверку Надо делать Мы делаем Какая наша возможность То есть Помощь пришла С той стороны Откуда они ждали Замглавой администрации Притом юрей И все И все А было сколько 15 комиссий За два месяца Государственных комиссий Чтобы нас закрыть 99-й год В этой милиции ФСБ Он приехал После него Больше ничего не было Сколько лет Я уже не знаю В 99-м уже Да Вот считай Сколько лет Поэтому Помощь Придет Откуда ты Даже не чаешь И если бы Заранее сказать И не поверил Как это Такой чин И что он тут будет Делать-то у нас А нас преследовали Они просто Безумно Вот приезжают Разложили документы Нет освещения У меня огромная Ртутная лампа Освещает Опровергайте Через суд Кого опровергать Заходят Белье не стеррано У нас Постеррано Поглажено Лежит Опровергайте Через суд Что угодно И вдруг Помощь приходит Куда Российская газета Путинская Москва Огромную Статью С фотографиями Печатает Сегирева Какая-то Так они Зубами Скрижетали Искали Ольга Шевчук Тогда была Главный редактор Барусь Алтайской Правды Кто написал Статью Кто дал Материалы Туда В Алтае Говорят Развернут Шабошь Чистой силы Против православного Лагеря И все Отхлынуло Но с этим После статьи Как раз Шохет и приехал И заранее Сказали Как нам Отбиться От них Чтобы они Нас не трогали Не задевали Вот стали Строить Потеряйку Тогда была Еще партия И приехал Куфаев Кто Алтайский Они знают Первый секретарь райкома А? Первый секретарь райкома Представьте А какие люди Он приехал Ребята У нас есть Брошенные села Где там Инфраструктура Целые дороги Я не могу Помочь Мы говорим Владимир Алексеевич Только нам Не мешайте Кажется Владимир Александр Алексеевич Да Только не мешайте И вот Когда уже Все построено Он опять приехал Но я сдержал Своё обещание То есть Он не мешал Не надо У русского человека Талантов хватит Как построить И как себя сохранить Поверить Просто Надо в это поверить Сверх всякой силы И вот у меня Сейчас спрашивают Ну а Ну в таком возрасте Мне 74-й год Что самое главное На чем я должен Сконцентрироваться Но я себя нашел Я тебе могу Только подсказать Вот я служил В морфлоте МФ Две буквы заходим Мор Флот О каком Я могу сказать Когда Это Нет Черноморский Северный Тихоярский 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 Да Из Николаевска На Амуре Уже Пришлось завершать Бухта Ольга Далеко там от вас Бухта Ольга Бухта Ольга Мы не были Там Мы около Елизава Были А потом На Камчатке И вот Хотел сказать об этом В армии Морфлот А я после этого С чем только не занимался Много публиковался Печати Сихотворения У меня 3467 Сихотворения Написано В той Перезнание книг И теперь я все Оставил Все Четыре пропу Я говорил каждый раз В храме В последней неделе Оставилось МФ Молитва И форум А как молитва Псалом 118 164 стих Вы возьмите себе Его за образец Вы его не знаете Я процитирую Седьмикратно в день Прославляю тебя За суды Правды твоей Затауз говорит При множестве Забот Он находил Время Семь раз Не намаз Пять раз Как у мусульман А семь раз Если праведность ваша Не превысит праведности Книжников Парисеев Ни один не войдет Вот семь раз А что туда Ну раз А за раз Что уходит Я не знаю Я не нашел Я сам составил Как правило Серафима Это Три святое И сто поклонов Десять Христу Десять Божьей Матери Ангелу Хранителю Иоанну Христителю Николычу Дотворию Всем пророкам Небесным силам С апостолами Мученикам Святителям И женам И девам По десять Вот это вот раз Уходит примерно Семь минут Не менее семи раз В разное время В день становиться День становиться на молитву Но если позволяет время Будет больше Поверьте Все меняется внутри Личное не хочется сказать Представление суда Божия И какая бы ни правда Где-то ни была За суды правды Это от Бога Бог знает Как Маргарет Тэтчер И Рейган Безумные будут умирать Не знаю Где кухня найти Где туалет Не могут отличить Ну Болезнь такая есть Это от Бога Ты не поноси ничего Но знаешь За суды правды твоей Вот со мной было Что Бог позволил Мне туда проникнуть Это Бог сделал Суды праведы Я грешный Меня надо очистить И он меня Перетирает на мелкое Ты учишься сегодня Ты думаешь Быть священником Но ты не знаешь Ты может быть Государственным деятелем Будешь А может будешь Лежать парализованно Как ты и намного болящий Но заранее Настройся на то Да не произнесу Ни одного слова Ропотного Буду благодарить Бога Он знает Кем тебе быть Школки где-то Откирать Или патриархом У него вымерено И он знает По моей натуре По упрямству По моему По моей неразвитости Где мне быть Да будет воля твоя Вот это самое Трудно выполнимое Не моя А вы еще записи делали Записи Силых отцов Записи На магнитофон Записи делали Да У меня записи Только которые Я вот насчитал Записи Которые В интернете На моем сайте Стоит Это 2500 часов Не считая Что я всегда ездил Записывал бесед Отдельно Брус Александров У меня сидим В мире нет таких бесед Почему Его убили Я ему задаю Самые злобные вопросы Самые страшные И он на все отвечает Даже одно время Спотелся За мой Мейнофон Но интерьер Никогда не задавали Вот о нем Что-то говорят Я еще Почти ни разу Не встретил Чтобы до конца Говорили правду А эти вопросы Они у меня В аудио Выставили на форуме На сайте А в книге 25 том у меня Открытым оком А от открытым оком У меня серия 30 книг Наши с ним беседы А сегодня К ним обращается Как он говорил Ну с магитопона Перепечатано А магитопон То какой тогда был Маяк 205 Я в мешке С огромной Катушкой Проводов Как в войну Телефонист Ездил У меня не опубликованы Беседы Вопросы Почти 16 часов С Глебом Якуниным Когда узнали про это К ГБ приехал Полковник Теперь полковник И говорит Вы слышали беседы Вы не дадите Нет я не дам вам А у вас тут У меня на работе можно Он на работе Притащился С магитопоном своим И отдал пленку Обычно Когда дежуришь Там все закрыто Я маленько прилег Я всю ночь Не мог прилечь нигде Он сидит как сыщ Не спит ничего И до утра Он прослушал На 8 часов Половина часов 8 часов 20 минут Встал только Одно из каталов Говорит Да Великий мудрец Не стал комментировать Ничего С отцом Дмитрием Дудко Беседа у меня То есть с такими людьми Которые еще нигде не опубликованы У меня целый архив Тем более Это только то Что осталось После ареста Никогда не бойтесь Ни фотографий Ничего Вот я слышал выражение Сейчас скажу Приезжал Михаил Масленников Может кто знает его Он в алтаре У патриарха Алексея Второго Снимал все И он сюда приехал И некоторые стали там против А патриарх Алексей Второй Сказал Не делайте этого Пусть все фотографирует Это наша история До самых тайных мест И приезжал у меня на голубятник Кто шел там Видели там сооружение такое Вот у нас Оттуда фотографировал Тебе Бог даст друзей Жену Все у него вымерено Не поспешай только Доверься ему Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Благословен Бог Милый Питай нас от своих богатых дорог Своей благодатью И человека любим Всегда Ныне И вписанном Веке Веков Аминь И слава Эти Деспота Христос воскрес Спасибо Господи Все очень вкусно Дай Бог